Первый в этом году ученый Совет Гомельского Державного Университета имя Франциска Скарины просвятили Дню Белорусской науки. Правда, святочных спровоздаш практически не было. Часа двяли планам по активизации науковой деятельности. На посаджении Совета побывали наши корреспонденты. У Гомельским Державным Университетом посаджения Совета закрытыми не зъявляются. Врешті тут выращаются вопросы, которые, по великим рахункам, тучатся не только сотрудников и студентов установок. На этот раз значную увагу надали науково-инновационные деятельности. Причем размова не просто об новых распроцовках, а запотребованных на рынку. Додатковые и достатково значные сродки лишними николе не бывают. Есть тут и еще один плюс. Активная науковая деятельность – это реальный крок до повышения международного рейтингу Гомельского Университета. Можно это делать искусственно, но, в общем-то, планомерная научная работа, публикация своих результатов в высокорейтинных журналах, международные научные проекты позволяют повысить узнаваемость университета и, следовательно, его место в различных рейтингах. Об тем, что уже сделано, рассказывая выставы науковых досягнений и инновационных распроцовок супросовников университета. И она так само примеркована до Дня беларуской науки, який селита припадает на 26-е студене. Правда, просовать выстава будет больше протяглый час. Уже зараз на ее наведывание поступили заявки из инших научных установ. Тут все правды есть на что поглядеть. Радары, распрасованные у Гомеля квадрокоптеры, светлодиодные фигуры, 3D-ручки, окуляры виртуальной реальности. Экспозиция демонструет широкие махчимости сучасной науки. Сейчас мы занимаемся разработкой в области материалов, которые используются в микроэлектронике. В частности, полирующих суспензий для полировки пластин монокристаллического кремния, который потом идет дальше на изготовление микросхем. А также занимаемся разработкой различных покрытий, которые также могут найти применение промежутских интегральных микросхем. Интерес к этим разработкам проявили предприятия Российской Федерации и наши белорусские, в частности, АО «Интеграл».